МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Итоговая программа в студии 7-го канала Вологды Александр Соколов. В студии 12-го канала Череповца Екатерина Машковская. Здравствуйте! Мы готовы рассказать о самых значимых событиях региона за истекшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. На что жить будем? На Вологодчине обсуждают бюджет 2012 года. Поздняя осень собирает жертвы, как уберечься от трагедии. Кромлица и бесовское капище. Кому нужны вологодские сказки? За что попали в энциклопедию вологодские школьники? На что жить будем и как бюджет Вологодской области на 2012 год стал, пожалуй, одной из самых обсуждаемых тем недели. В законодательном собрании состоялись традиционные публичные слушания по прогнозу социально-экономического развития и проекту закона о бюджете области. Бюджет 2012 специалисты называют напряженным. 39 миллиардов расходная часть. А вот доходов в областной казне по плану будет лишь 34,5. Бюджет будущего года сформирован с 4-х миллиардным дефицитом. При этом он носит статус социально ориентированного. Львиная доля всех средств направляются на социальную сферу. Не зря этот бюджет окрестили бюджетом социальных обязательств. Мы видим, что порядка 80-90% всех расходов – это по большому счету социальные обязательства. Это финансирование социально значимых отраслей, таких как образование, здравоохранение. Действительно многое делается, в том числе в ущерб капитальному строительству. Скорее всего, от реализации новых масштабных проектов придется отказаться. Одно из исключений – восстановление регионального дорожного фонда. Сегодня эти планы поддерживают большинство депутатов. На эти цели собираются выделить порядка 3,5 миллиардов рублей. И это не единственное нововведение. Вводится новая программа. Это очень хорошо. Строительство и реконструкция детских садов. Но, конечно, очень маленькая сумма. Где-то в пределах 160-190 миллионов рублей. Но это буквально, если взять современный детсад, то где-то пару детсадов мы можем построить, хорошо обустроить. Споров по поводу того, как лучше разделить средства, которых не хватает, много. Некоторые депутаты сетуют, что на развитие экономики планируется направить всего 10% областной казны. Это очень мало. Тратить львиную долю доходов на социальную сферу, звучат и такие мнения, это просто жить непосредством. Так что, возможно, финансовый документ ожидают корректировки. Средства, которые выделяются сегодня в проекте бюджета на обеспечение жильем молодых семей, явно недостаточны. Мы не решим эту проблему. И поэтому здесь должно быть, наверное, параллельное увеличение федеральных средств с софинансированием из областного бюджета, чтобы решить эту проблему. Мы говорим о строительстве новых спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов. И практически у нас по нулям это все на 12-й, ну не совсем на 12-й, а 13-й, 14-й год вообще нули стоят в проекте бюджета. Как мы? Мы говорим о здоровье наших валах жанр. Поэтому пока у меня оптимизма нет. Публичные слушания – это лишь первый этап обсуждения проекта бюджета будущего года. Впереди еще принятие областной казны в первом и во втором чтении. В Бабаево должна вернуться жизнь. В ближайшем будущем здесь появится более тысячи новых рабочих мест и развитая инфраструктура. Об этом во вторник заявил губернатор Вячеслав Позгалев, находясь в Бабаево с рабочим визитом. В течение весьма насыщенного дня губернатор побывал на железнодорожном узле, на стройплощадке быстровозводимого детского сада. Итог поездки – соглашение о взаимодействии с Октябрьской железной дорогой. Кроме того, в Бабаево должно появиться новое жилье, детские сады и дома культуры. О планах на будущее расскажет Павел Панов. Город Бабаево появился меньше века назад. Разросся у железнодорожной станции. На ней местные жители и находили работу. В 2000 году развитие узла остановилось, и все мощности были направлены в Волховстрой. Ушли и деньги, замерла жизнь. Местным жителям ничего не оставалось, как уезжать в поисках счастья в другие города. Стук колес поезда для Бабаева, как биение сердца. Сейчас жизнь в эти места возвращается. Железнодорожники совместно с правительством области вкладывают огромные деньги в развитие Бабаева. Построено 9 железнодорожных путей, новые узлы управления станцией. Появилось около 1000 рабочих мест. Из них больше половины высококвалифицированных, требующих специального образования. Станция Бабаева является тем передаточным пунктом, где мы принимаем этот грузопоток с соседних дорог. Этим обусловлено и развитие этой станции, потому что это технология. Это позволит нам с меньшими затратами перерабатывать этот поток. Здесь очень хорошая экономика на этом направлении. Это именно то ключевое направление, которое будет распределять грузопотоки в сторону Мурнадска и в сторону портов Балтики. Для нормальной жизни людей нужны нормальные условия. Детские сады, поликлиники, дома культуры. Все это предусматривает соглашение, которое подписал глава Вологодчины и Октябрьская железная дорога. Возвращается жизнь Бабаева, чему мы не можем быть, не радоваться. При этом люди, которые будут здесь работать, для них будет создаваться определенная социальная инфраструктура. Это и детские сады, школы, развитие здравоохранения, места отдыха, скверы, парки. Современный пешеходный переход – тоже часть инфраструктуры. План строительства показали губернатору. Его будут возводить в будущем году. Кстати, точно такие же наземные переходы есть в Санкт-Петербурге и Вологде. Таким будет мост. Все сделано для малоподвижного населения. Современный город – это чистота. Покупка коммунальной техники для местных властей и довольствие слишком дорогое. Средства на приобретение тракторов, бульдозеров, мусоровозов были выделены из областного бюджета – 19 миллионов рублей. Теперь с новыми машинами в городе станет чище. Губернатор призвал заботиться о чистоте улиц не только коммунальщиков, но и всех местных жителей. И пригласил горожан принимать участие в областных субботниках. А это уже осмотр площадки под строительство пятого в регионе быстровозводимого детского сада на 80 мест. Быстровозводимый не значит временный, не долговечный. Просто строятся такие здания из современных материалов. Действительно очень быстро. Новый детский сад – это прекрасно. Благодарны будем мы всегда. Отдаете силы не напрасно. Строители уже подготавливают фундамент. Идет благоустройство территории. Монтаж самого здания планируется начать в конце ноября. В детский сад бабаевские малыши, обещают строители, должны пойти в конце мая будущего года. Именно на этот срок запланирована сдача объекта. Губернатор задал свои темпы строительства в март 2012-го. Если вы сделаете планировку и подсыпку гравием площадей, азасфальтируете в будущем году, мы с этим согласимся. Но здесь не надо терять времени. У вас три месяца монтаж такого детского сада занимает. Стук колес поезда, шум строительной техники – так возвращается жизнь в Бабаево. Город, который стал почти призраком, обещают власти получит свое второе рождение. Ноябрь. На улицах городов стало все серо. Темнеет раньше. И если днем температуры еще плюсовые, то по ночам свой характер уже показывает мороз. В итоге – гололед по утрам. Плохая погода становится испытанием для автомобилистов и для пешеходов. Поздняя осень уже начала собирать жертвы дорожно-транспортных происшествий. Инспекторы ГИБДД просят автовладельцев быть предельно внимательными на дорогах и напоминают о необходимости сменить летнюю резину на зимнюю. Первый снег, как всегда, застал многих автомобилистов врасплох. Чтобы переобуть машину, нужно отстоять внушительную очередь. Как избежать трагедии на дороге, выясняла Евгения Дегтяренко. Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП на трассе Вологда-Новая Ладога 8 ноября. Трагедия произошла рано утром в 40 километрах от областной столицы. В 6-м часу утра «Лада» 13-й модели врезалась в снегоуборочную машину. Удар был такой силы, что легковой автомобиль превратился в груду железа. 25-летний водитель и два пассажира, 8-летний мальчик и женщина погибли на месте. Еще одна пострадавшая попала в областную больницу. Именно ее муж был за рулем легковушки. Они поженились меньше недели назад. В причинах аварии предстоит разобраться с специалистом. Но уже ясно, что дорожные условия были решающим фактором. Не секрет для всех, что именно сейчас, когда выпал первый снег, водители больше риск совершения дорожного транспортного происшествия. И поэтому надо быть очень внимательным. Особо касаться тех, кто выезжает за город. Ситуация на улицах города тоже внушает опасения. По сравнению с прошлым годом, количество ДТП с пострадавшими пешеходами в Череповце выросло на 47%. За сухими цифрами статистики – человеческие жертвы. Только за прошлый месяц под колесами машин погибли две череповчанки. Обе – вблизи от потенциально безопасных пешеходных переходов. Подступающая зима увеличивает риски. Всю неделю у механиков сплошной цепь нот. Каждую минуту живая очередь у ворот шиномонтажа растет. В некоторых гаражах предварительная запись, как на прием к врачу. В других приветствуется помощь самих автомобилистов. А по записи мне некогда, надо переобувать на диске. Готовь сани летом, а телегу зимой. Эта поговорка уже не актуальна. Многие предпочитают беречь дорогостоящую резину и одевают ее в самый последний момент. Рабочий день у шиномонтажников растягивается до 10-11 вечера. Но сутки не безразмерные. Пик череповцы по смене резины начинаются, как обычно у нас, когда выпадает снег. Люди ждут до последнего, не готовятся они летом. И непосредственно, когда выпадает снег, начинают толпиться в шиномонтаже в очередях. Между тем, летняя резина на зимней дороге – фактор риска. Его несколько снижает активность дорожных служб. С наступлением минусовых температур городские улицы и загородные трассы обрабатывают специальным составом. Работают машины, ведется пролив хвалидами. Состояние трасс вне города отслеживают сотрудники ГИБДД. Но расслабляться не стоит. Вступают в силу зимние факторы. Увеличение темного времени суток и постоянная смена погоды – то плюс, то минус. Повод быть как можно осторожнее и не ставить на карту свою или чужую жизнь. Евгения Дегтяренко, Сергей Павлов. Специально для итоговой программы. Наркополицейских областей подозревают в распространении наркотиков. Настоящий скандал разразился в Череповце еще на прошлой неделе. Оперативники ФСБ в рамках возбужденных уголовных дел задержали троих сотрудников ФСКН, в том числе начальника Череповецкого межрайонного отдела Алексея Советова. На этой неделе стало известно, обвинения по статьям Уголовного кодекса вполне могут предъявить и другим сотрудникам Вологодского госнаркоконтроля. Борцов с наркоторговлей самих подозревают в незаконном сбыте наркотических средств. На протяжении ряда лет занимались преступной деятельностью. В самом помещении госнаркоконтроля обнаружено большое количество неучченных наркотиков, распасованных, готовых уже для отправки. И, судя по всему, и победные реалиции, которые в последнее время звучали, как успешно ведется борьба у нас в области с проникновением на территорию госнаркотических средств, они не совсем соответствуют действительности. В уголовном деле, которое возбуждено сразу по нескольким статьям, фигурируют двое офицеров, борцов с наркоторговлей и один частный предприниматель. Их подозревают в нарушении сразу нескольких статей Уголовного кодекса. В незаконном обороте наркотических средств и завладении чужой собственностью. Над раскрытием этого дела сегодня совместно работают сотрудники ФСБ, прокуратуры и Следственного комитета. О других событиях Вологды и Череповца в рубрике «Параллельным курсом». Скажите мне, друзья, в Алакжане, кто из вас хотя бы раз не стоял в пробке на переезде к Лукьяново? Знакомая ситуация. Особенно для тех, кто каждый день вынужден ездить туда по работе или просто по делам. А это дорога для тех, кто не желает стоять на переезде. Разбитая грунтовка с улицы Бурмагиных на улицу Ершовскую. Ее, не скрывая, называют условно проезжей – ямы и грязь. Но на ней всего один переезд против двух на основной трассе. Есть еще один путь – через парк Мира на улицу Слободскую. Но и там асфальт разбит. На этой неделе в Вологде приняли решение привести альтернативные пути в порядок. Одну из дорог заасфальтируют, другую засыплющебнем и укатают грейдерами. Так что уже этой осенью жители микрорайона смогут добираться домой быстрее. А вот здесь после ремонта скорость движения вряд ли изменится. Но вот безопаснее дорога стать обещает. На окружном шоссе началась работа по установке световых опор. Этот участок от улицы Ленинградской до Кольца на Пашихонском шоссе – один из самых аварийных. В этом году здесь пострадали в ДТП 24 человека. А в прошлые годы было и вовсе много погибших. Причем водители с места ДТП зачастую скрывались. Кто ж темноте разглядит? И вот теперь все изменится. На Кольце уже работают электромонтажники. И уже к середине декабря здесь должно появиться освещение. Департаментом городского хозяйства заключен контракт муниципальный на строительство линии освещения по окружному шоссе и кольцо Пашихонское шоссе. На сумму 3 миллиона 100 тысяч. А вот на этот ремонт потратят 11 миллионов рублей. И завершить его также планируется до Нового года. Жители улицы Канифольной дождались, пожалуй, самого большого события в жизни бывшей деревни. В их дома придет вода. Уже несколько десятилетий таскать воду всем канифольцам приходится вручную. Из единственной колонки рядом с территорией завода. Дождь ли, снег ли, нужно брать ведра и идти на улицу. Водопровод им обещали давно. И вот теперь все бумажные вопросы улажены, конкурсные процедуры проведены. И деньги на долгожданный ремонт уже выделены. И если все пойдет по плану, то работы будут закончены до Нового года. И журчание воды в кранах станет самым дорогим подарком для жителей. А вот они, возможно, подарили жизнь, причем совершенно незнакомым людям. 16 студентов-первокурсников вологодских вузов на этой неделе впервые стали донорами крови в рамках всероссийской акции. Накануне этого дня в вузах побывали волонтеры и предложили ребятам безвозмездно сдать кровь. Я очень давно уже хотела прийти сдать кровь, так как много случаев, правда, таких, что нужна кровь, и ее бывает не хватает. И давно хотела, так как, понятное дело, что до 18 этого делать нельзя. В месяц необходимо 500 литров крови, чтобы хватило всем, кто нуждается в переливании. И именно студенты – самые активные доноры. Но сдавая кровь, они зарабатывают. Безвозмездное донорство – уже давно норма во всех странах. Но у нас это исключение. Лишь 10% доноров не требуют за это денег. Потому всем, кто поддержал эту акцию, вручили сертификаты и подарки за смелость и по случаю первого шага. А наш следующий герой решился на шаг отчаянный. Еще в августе молодой человек по имени Руслан поссорился со своей любимой девушкой по имени Таня. Получить прощение оказалось сложно. Цветы и подарки не подействовали. Девушка поменяла номер телефона и заблокировала страницу социальной сети. Тогда на помощь Руслану пришли друзья. Давайте критим все дружно. Таня! 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 Прости Руслана! Прощение просили всей кампании в сотню голосов. В вечернее небо летели десятки китайских фонариков. Признание в любви слышал весь город. Руслан дозвонился в прямой эфир одной из вологодских радиостанций. Эту акцию по возвращению любви молодой человек с друзьями репетировали несколько дней. И, кажется, подействовала. Таня, похоже, меня простила. Я очень рад. Черепец и всю общественность на этой неделе буквально всколыхнула новость о пропавшей девушке Светлане Филюк. Вы знаете, люди были настолько обеднены общей бедой, что буквально самостоятельно выходили на поиски. Конечно, большую роль в этом сыграли социальные сети и развешанные листовки по всему городу. Свету стали искать со 2 ноября. Именно вечером этого дня она пропала на улице Батюшкова. Последним, кто слышал ее голос, был ее друг. На пятницу, а именно тогда была записана наша программа, сведений о пропавшей Светлане Филюк не было. А пока к другим темам нашей программы. Масштабная ревизия хрущевок проходит сейчас в Череповце. Цель ее – выявить полный список домов злополучной 335-й серии. Именно эти дома не раз становились героями наших сюжетов после обрушения балконов, лишь по случайности незакончившихся гибелью людей. В 2005 году обвалились балкон, в 2007-м второй балкон. И вот мы ходим из-за балконов, ну и из-за капитального ремонта дома. В Череповце 106 домов 335-й серии. Есть и похожие строения серии номер 420. Обследовать их состояние и сделать окончательные выводы – первостепенная задача. Эта работа уже идет. Ее цель – разработка комплексной программы реконструкции. В настоящий момент рассматриваются несколько вариантов предпроектных разработок предварительных. Когда будет, скажем так, проблема в целом нами до конца изучена, мы будем выходить на областной уровень и для разработки и принятия программы по реконструкции данной серии домов. Ученик Череповецкой 17-й школы Павел Дьячков стал бронзовым призером всероссийских соревнований по картингу. Что ж, поедем, пообщаемся с чемпионом. Паше 7,5, он первоклассник. За рулем 2 года. И в голубых мечтах стать профессиональным гонщиком, участвовать в Формуле-1. В копилке Павла 18 кубков. Сочинская трасса тоже сдалась, но не без боя. Я доволен своим результатом, что я еще халтеть. Новый детский сад начнут строить в Череповце. Об этом заявил мэр города Олег Кувшинников. Объем финансирования на будущий год уже определен. Это 80 миллионов рублей. Вклад города – 10 миллионов. Дата окончания работ – конец 2012-2013 года. Нажми на кнопку – получишь разрешение перейти дорогу. На перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Матуринска светофоры снастили кнопкой вызова для пешеходов. Теперь зеленый свет для автотранспорта заканчивается по требованию пешехода. Нужно лишь нажать на кнопку вызова и дождаться разрешающего к переходу сигнала. Кнопка по требованию уже второе подобное устройство в нашем городе. Первый светофор с сигнализатором работает на Северном мосту. И получил неплохие отзывы как от водителей, так и от пешеходов. В Череповце появится полигон для тренировки спасателей. Его оборудуют на улице Парковой, на территории Центра по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Учебную площадку условно разделят на несколько зон для отработки ЧП. И еще об одном. Черпецкий театр костюма «Ренессанс» вернулся победителем с конкурса «Невский мотив». Модный международный турнир проходил в Санкт-Петербурге. Какая она? Мода от кутюр. Все по старинным вологодским техникам. Расклюшенные платья, необыкновенные красоты узоры. Цвета и материалы тоже традиционные. Белый лен, красная шерсть. Коллекцию назвали «честной колпак». Так в старину именовали головной убор, который надевали на невесту. Чтобы наряды не только хорошо сидели, но и передавали эпоху, воспитанницам ренессанса пришлось освоить вязание и вышивку. И очень сложную и трудоемкую технику плетения поясов. Существуют специальные дощечки, где в процессе работы они переворачиваются. Там есть специальная заправка ниток. И путем переворачивания этих дощечек по рисунку получается на поясе определенный рисунок. Пусть в вашей жизни будут исключительно приятные новости. Это была рубрика «Параллельный курсом». До встречи. К новостям мы вернемся через пару минут, а сейчас реклама.